Ребята, сколько уже здесь лет живем! И я только увидела, что в МДЖМ резорте есть японское казино. Нинсенс казино называется. Здесь вот видите в основном стоят покерные столы но интересно я так никогда не видела это мы идем думаем в какой ресторанчик пойти и как раз таки наткнулись на вот этот вот открыт ресторан это да сейчас зайдем в него цирк дюсале здесь видите вот проходит концерта шоу я заказала себе гонконгский саммон то есть красную рыбу они подают с белым рисом а виталик захотел пиццу с копченой красной рыбкой и с икрой да кстати правда но там ее чуть-чуть по краешкам экрана каждом кусочки я уже попробовала это такая вкуснятина овощи они все на гриле полностью еще в соусе терияки очень вкусно и они прям знаете как на легкой спайси со стринкой очень вкусненько в этом отеле вам джеми пицца у нее потолще как ее называют тесто нежели мы кушаем в отеле там пицца тонкая-тонкая здесь тесто потолще но тоже виталий сказал очень-очень вкусная ну что будем с вами пробовать необычная друзья хочу вам показать в отеле вот м джем проходит очень много многие шоу также очень известное шоу цирка дюссалей ну и чуть-чуть я вам сейчас покажу расскажу для тех кто не знает кстати меня спрашивала подружка буквально 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 вот на днях она меня спрашивала она говорит алена у нас в прагу приезжает цирк дюссалей и говорит я хочу на него пойти хочу на него сходить это же все-таки легендарный цирк дюссалей дюссалей а я и говорю она она меня спрашивает еще алена это ваш цирк ласвеговский я говорю нет вот сейчас я расскажу по поводу вот этого цирка смотрите здесь такой вход здесь проходит именно в этом отеле проходит шоу к сцена предназначена именно для цирка дюссалей шоу к в беладжо проходит шоу о потому что там предназначена именно бассейн который в котором исполняется это шоу и есть еще другой тоже цирк у нас три цирка дюссалей но самое классное это шоу к и шоу о а значит рассказываю друзья рассказываю по поводу этого цирка дюссалей это самый дорогой цирк в мире у него оборот за просмотр вот это за продажи билет у него более 600 миллионов долларов год годовых и значит этот цирк основал ги ла либерти в 1984 году он и его компаньоны этот цирк был основан значит его штаб-квартира находится в монреале и там основной как бы ну вот администрации сиди до вот этого вот кто вот этими цирками занимается значит каждый десятый каждый восьмой десятый как их называют но вот участников шоу забыл как называют акробаты акробаты ребята девчонки смотрите дракон и символ этого года дракон необычная такая атмосферность здесь сделано при входе как знаете вот корабль значит прервалась я а значит каждый десятый это наши русские ребята и девчонки выступают и посмотрите значит шоу каждая программа пишутся индивидуально нет повторений вообще то есть ни у кого она скажем так не слизана ничего она индивидуально пишется под нее пишется индивидуально музыка ставится индивидуально шоу полностью то есть повторений нет как это здесь у них атрибутики видите какие который стрелами очень классное шоу и знаете смотрите этот цирк еще отличается чем так здесь что-то еще что специально не животных то есть никого никого не тренирует потому что им нужна индивидуальность значит когда проходит шоу когда проходит шоу то играет обязательно живой оркестр знаете почему потому что все бывает значит акробаты тоже артисты могут запнуться или еще что-либо то оркестр может выровнять эту ситуацию и они могут подыграть значит основной состав конечно же он не гастролирует поэтому вот я отвечаю на вопросы кто вот знаете я когда еще помню жила в москве и приезжал в москву приезжала в москву трупа цирка дюссалима хотели пойти билет стоил 60 тысяч на одного человека я почему-то тогда пожалела эти сто шестьдесят тысяч то есть 120 тысяч вы знаете и я рада и я рада что я пожалела знаете почему потому что наверное сравнив какого масштаба какие шоу проходят здесь в лас-вегасе как все это выглядит то я уверена абсолютно на все сто процентов что это шоу было бы вы знаете я бы огорчилась наверно по поводу цирка дюссалей поэтому когда мне подружка спросила ален сходить это ваша трупа нет я и сказала не надо ты что это не наша трупа основная труппа группа которая выступает здесь в лас-вегасе она считается основным костяком и она не гастролирует вообще то есть по миру гастролирует еще десять составов но это все такие знаете как бы замена фейки но основной состав это состав который работает только в лас-вегасе у них представление каждый день поэтому какие мы еще гастроли и плюс еще смотрите шоу о легендарный шоу о которая проходит на бассейне на воде то она проходит только в лас-вегасе то есть второй сцены такой никто не может создать потому что там бассейн выходит из бассейна и вся труппа вот это вот ребята девчонки то есть у них настолько все поставлено и все сделано что вот этот состав он даже не гастролирует шоу о потому что нету той сцены которая представлена здесь в отеле белладжио поэтому кто хочет пойти на цирк люс-алей вне лас-вегаса лично я не советую потому что это настолько будет огромная разница в составах потому что но раз идет основной состав я все основное индивидуальность пишется для лас-вегаса поэтому я считаю что если смотреть такие вещи то только в лас-вегасе и ну и как при любом шоу при любом концерте там неважно это майкл джексон или вот как цирк дюс-алей то здесь есть их обязательно фирменный магазинчик то что давайте зайдем с вами в магазинчик цирка дюс-алей но так как здесь в этом театре проходит шоу-ка поэтому здесь будет цирк дюс-алей и все-таки больше представлена на шоу-ка а кстати вот я зашла и увидела символику я вам хотел сказать что цирк дюс-алей в переводе означает солнце поэтому символика солнце будет это перевод цирк дюс-алей орнамент 22 доллара стоит цирк дюс-алей орнамент 22 долларов стоит раз повторяю цирк дюс-алей классный цирк супер просто супер-супер мы были на во всех этих цирка и шоу а и шоу и к и о и к разные были и третий проходит в этом ой как он называется отель в триасуре по моему в триасуре по моему я не помню третий цирк дюс-алей или в мираже я уже не помню куда мы ходили но к сожалению я тогда еще не занималась ютубом и я не снимала но снимать нельзя но тем не менее вы понимаете я все равно бы все это сняла дело реклама идет шоу конечно декорация очень красивая артисты делают сами себе грим то есть у них нет гримеров то есть они каждая себе все это делают представляете все это каждый день классно ну в общем здесь такой при цирке при театре здесь у них вот этот такой магазинчик но мы еще сходим обязательно в этот цирк смотрите вот это вот все трупа трупа которая работает здесь вот на этом тоже мы были это вот как раз третий был цирк цирк у Виталика кстати клиентка была не в том в позатом году она к нему обращалась она обращалась ко мне за дизайном а к нему обращалась как раз таки за шикарным 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 ремонтом и вот они с ней делали большой проект и она как раз вот тоже она в шоу кур о о на воде шоу о я их постоянно путаю ка о у них такие названия она шоу о артистка ну вот видите жалко что я не снимала тогда вот так ну ладно у нас будет повод еще лишний раз посмотреть и заодно я поделюсь с вами но это уже будет конечно же не сейчас это уже будет чуть позже потому что сейчас очень тоже много дел и не до цирка друзья а к вам ваш город приезжал цирк дюсалей почем у вас продают мне просто очень интересно билеты за ну скажем так я громко скажу фейковый состав но это не фейковый состав как бы а просто не основной состав который выступает но я уверена что кстати и фейковых наверное очень много выступает под цирком дюсалей так сколько же у вас в ваших городах если к вам приезжал цирк дюсалей сколько стоит у вас билет и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон